Всем привет! В кадре у нас нож Cold Steel Range Boss. Это тоненький нож, ультралайт нож, с пластиковой рукоятью, со здоровым клинком. Нечто вроде ножа Cold Steel Broken Skull, но чуть упрощенный, со старкой попроще, с рукоятью не из G10, а с пластика. Замок триадлок, как обычно традиционный для Cold Steel. Клипса, весьма тугая, пришлось ее немножко отгибать, чтобы это все было адекватно в использовании. Ну и поглядим на что он способен, сравним с другими моими ножами, в том числе с Broken Skull, которого сейчас уже не найти в продаже, потому что он снят с производства. Нож подогнал на тесты, магазин Cold SteelS.ru. Магазин занимается ножами Cold Steel, всей продукцией, лопатами, томогавками и так далее. Заходите, ссылочка будет в описании видоса, а также мы с ними договорились о промокоде на скидку для всех зрителей канала. Ссылка на промокод будет также в описании видео. Ну а сейчас будут тесты этого ножа по продуктам. Построгаем деревяхи, поточим, снимем клипсу от огнем. Ну я это уже сделал, но вам это все покажу, как это все снимается. Поехали! Попробуем порезать овощи, огурчики, помидорчики. И сравнить с брокеном моим старым, у которого сведение потоньше. Ну вот я уже новым ножом из коробки сделал несколько резов. И сразу вижу, что мой старый нож лучше, который из CTS, брокен первых выпусков. Хотя нож из коробки, в принципе, бумагу режет. Еще раз. Ну конечно, прям вот пушка-бомба, изумительно супер, супер класс. Здесь, может сведение толстовато, может еще что, может заточка не такая божественная, потому что как бы тот-то нож я на ультрафайн камнях правил, а этот из коробки, коробочная заточка. Ну хуже, ладно. Ну по удержанию в руке претензий никаких. Хорошая рукоять, нормальный вполне нож, нормальная ширина клинка для таких дел, нормальное острие. Нет, тут вопрос нигде. Даже сверху уверенно держится, в мокрой или жирной руке будет намного лучше вот этого ножа, который с G10 на рукояти. Но вот порезу, это за счет тоненького сведения, как лазерный меч. Все, понятно. А вот если сравнить с моей старушкой Милей, 2000, по-моему, 12-го года выпуска, с толстым сведением, то на уровне. Так, обухом ножа вполне нормально можно скидывать. Хотя вот когда вот так ведем, есть небольшая щель. Так, а сейчас сравним с поросячьим, который... У меня сейчас клинок, я сюда перекинул, из S35VN, тоже с не очень тонким сведением. Да, но все равно чуть-чуть получше. Ну вот если дать в руки к тому, кто не знает, ему покатит. Я просто знаю, как оно может быть. Раз. Два. Наверное, чуть она подзатуплена. Да, и этот нож не очень. Ну-ка, вот этот. Ну, этот режет. С помидорами, которые чуть-чуть потверже, вообще никаких проблем, никаких вопросов по резу. Опять же, дай кому-то в руки, после какого-нибудь ножа, с еще более толстым сведением, или чуть-чуть затупленного, покажется, что он режет, как джедайский меч. И сравнивать, наверное, с милей, ничего нет. У милей рукоять крупнее, нож чуть потяжелее. И отношение клинка к рукояти, ну, отношение положения клинка к рукояти, оно немного иное. Этим ножом легче, меньше напрягаешь запястья при вот таких делах. Потому что вот она линия, здесь клинок идет к рукояти. Вот так вот. А на миле, как бы, пузо выпучено вниз. Поэтому картошку чистить вот этим ножом будет удобнее, чем милей. Ну, или вот, как в нашем случае, мы почистили яблоко, симулировав чистку картошки. Яблоко немного колет. Вот пример, рядом он с кухонником, самым обычным, виксовским. Вот таким ножом гораздо интереснее резать овощи, чистить чего-то. Сравнивать я буду, наверное, только с милей, потому что, ну, смысла никакого нет, уже сравнивать с теми брокенами, которые с тоньшим сведением, с более тонким. На миле удобнее давить. Наверное, из-за толщины рукояти. На миле удобнее, потому что удобнее давить. Так, и очень твердая колбаска. Пробую сначала очень тоненькие кусочки отрезать, такие красивые. Давайте теперь кусок потолще. Милей лучше и как-то более прогнозируемо, потому что здесь у нас вот режущая кромка прямая, и вон такой загиб. Как бы ты им пилишь, непонятно, что происходит. Здесь вот эта вот дуга, ее ведешь, 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 все равномерно и предсказуемо. Так, при проверке шашлыка главное по шампуру не черкануть и держать второй рукой шампур при разрезании. Да тут уже готово все. В целом работает как любой другой нож, тонкий, контролируется нормально. Пальцами если вот здесь вот поджимать. Ну, сейчас будет почищена кастрюля и сделан вывод. Так, вот такая кастрюля была почищена, но мы чистили как бы вдвоем, не я один, я половину из этого почистил. С этим ножом. Все прекрасно, мне все понравилось. Отлично щистит. Итак, попробуем построгать высушенная палка данным ножом. Не чувствую какого-то... Хотя, если очень сильно давить, чувствую небольшой отыгрыш замка вот здесь. Ну, это нормально для замков такого типа, для замков бэклок. Да, чувствую, что немножко вот это вот ездит туда-сюда. Но вот, чтобы сама рукоять как-то играла, строгает, что могу сказать. Давление, конечно, больше всего вот этим местом вот сюда. Ну и, конечно, рукоять вся тоненькая. Попробую построгать перчатки. В плане вгрызаемости вопросов нет. Хорошо. Так, если сравнить с милей, у мили очень сильно мешает клипса. Даже мне в перчатке. А без перчатки... Ну, да. Да. Даже нету каких-то преимуществ у мили. Тоже угловатые рукояти, все такое. Это не лучший складень для строгания с такой формой рукояти. Поэтому по строганию даже, может, вот этот нож получше будет. Ну, отыгрывает немножко замок и отыгрывает какой-нибудь ножом типа спайдерка эндуро все еще жестче отыгрывает. Или спайдерка делика вот у меня была. Там вообще силовое строгание противопоказано на ножу. Да, нормальная рукоять вообще. Все спроектировано так, что по-человечески можно строгать. А на миле не очень. Решил проверить. На брокенскале также замок отыгрывает в руку при строгании. Ну да, также чувствуется шевеление замка там внутри. Ой, ну строгает намного лучше. Намного прям. Пушка. Это. Ну да. Чуть похуже. Так, ну попробуем картонку пшинковать. Ну, нормально. Спуски от обуха. Все чудесно. В любом направлении. Удобно ножом управлять. Плоская рукоять. Все, чип-то. Цыпленок. Посмотрим, что этот нож, как он вообще себя покажет в разрезаниях рящиков и сколько появится заминов. Сейчас нож офигенно заточен, офигенно острый. То есть, все просто супер. Я так не буду сильно жалеть. Буду проходиться и по костям, и где мне захочется. Так что... Так что как раз посмотрим, что у нас будет. Нож держать вполне нормально. Еще в конце попробуем с жирной рукой, как это будет все. Ножки. Хребец этого. Суп. У нас супец пойдет. Так. Так-то нож плоский. Легко что-то управляться. Подрезающие движения делать. Так. Хоп. Ну точно будут замины. Я прям не сомневаюсь. И у меня два таких цыпленка. Так. Так. Ну и грудку еще пополам бахнем. Так. Грудку будем жарить на решетке. И там, наверное, ножки. А остальное все в супец. Так. Задохликовый цыпленок номер два. Меня все время пишут, вот бы ты типа петуха попробовал разрезать. Только у меня нет петухов. И я снимаю, что получается, то и снимаю. Вот. Так. Раз. Крылышки. Крылышки срезаем, чтобы побольше хоть на них мясо было. Вот так вот. Чтобы хоть вот здесь было что обглодать. То, что в магазинах продают, очень мало оставляю тут миска на крылышках. Ну, тут просто вот так вот режем, отделяем грудку. Ну, что, очень классно. Очень классно. Очень классно. И прям вот эти шипики цепляются. G10 намного серьезнее скользит вот в жирной руке. А тут прям супер-супер. Я его надежно удерживаю. Вот эти, конечно, все поверхности скользят. Ну, вот это место. Все чудесно с ним. Так. Ну, я думаю, мы помоем. Помоем нож и потом посмотрим, какие замены появились. Не появились. Вот просто вот так вот режу сейчас. На пофиг. Поменьше, что такие запчасти были в супе. Так. Разобраны эти два цыпленка. И что я могу сказать? Равномерно вот здесь вот 2 см режущей кромки. Чуть-чуть отблескивает. То есть остроту бритвенную вот это вот место потеряло. Никаких больших заминов на режущей кромке нет. Но это все правится на мусате за 3 проходки. Так. Вот берем вот такую фигню. Так вот делаем. Не, вот здесь вот еще есть небольшой отблеск. Надо еще раз 10 пройтись. Это место особо. Так. Нафигачиваем туда чабреца, лаврушечки, перца, вкусной соли, уже сушеного укропа нафигачено. И, в общем, сейчас будет куриный шашлык, когда это все настоится через несколько часов. Немного уксуса было добавлено, чтобы мясо чуть-чуть размягчить. Также решил для смеха немножко мелко нарубленной черемши добавить, маринад. Что-то вообще как-то она не к столу приходится, и никто ее не ест. А выращивается же она зачем-то. Решил хоть в дело употребить. А стоять она будет в холодильнике. Будем проверять, тыкать ножом. Если даже замнем, то ничего страшного, потому что сталь мягкая, легко поправить быстро. Ну, то есть, замнем, когда будем по железу елозить. Ну, как бы клипсы из коробки, нет даже смысла вообще о чем-то разговаривать. Вот она садится, конечно. Но чтобы ее сдернуть, надо испытывать серьезные усилия и неудобства. И вот, допустим, вот сюда ее просто невозможно завести. Если мы возьмем милю и сюда же раз, спокойно, за... Ну, это флисовые штаны, здесь жирные такие. Жирный пояс. Вот этот просто невозможно засунуть. Да, на карман садится. Да, держится намертво и все такое. Но это очень неудобно в ношении. Зато никогда не выпадет. Кто фанат надежности, пожалуйста. Так, нож в руке на расстоянии. Вот, выглядит вот таким. У данного ножа все чудесно с механикой. Ну, вот, пример. Нож. Я перекинул клинок с другого ножа и здесь закусывает замок. С чем это связано, понять не могу. С силой открываю. Все, замок как-то там подзакусило. С нормальным нажатием. Ну, теперь не открыть. Приходится очень-очень сильно нажимать на коромысло. И он здесь открывается. В чем дело, непонятно. И я сто раз открыл, закрыл. Не преработалось. Проблему залипания я просто решил сухой смазкой вот такой вот, зафигачив немножко сюда и вот 10 раз уже открыл. Закрыл. Все чудесно. Ничего не залипает. Заодно вот здесь вот сейчас буду исправлять клипсу. Все винты поддались без труда. Торк здесь Т6. Да, есть фиксатор резьбы синий. Но они были так легко закручены. Клипса сделана из какой-то говностали. Вот зажал через кожаную проставку. Очень легко ее перегнуть слишком сильно. Вот. Учитывая, что это говносталь, считаю, что должно быть вот так вот. Небольшое здесь расстояние. И вот подогнул тоже здесь. Так что будьте внимательны, не перегните. Я перегнул, потом пришлось обратно отгибать. Сталь вообще не подходящая для клипс. И сажаю снова на фиксатор. Да, ну и сейчас полирну. Вот это место, видите, отметил специально. Так что не пугайтесь. Небольшой тюник из коробки. Ничего сложного здесь нет. Ну, собственно, готово. Может, это на взгляд и не видно. Но, в общем, тут сполирована такая пяточка. Острия вот этого пластика на рукояти. Они как бы заполированы. Ну, и отмечу, что, конечно, вот я сейчас взял грязными руками. И тут уже какие-то пятна появились. Так что рукояти светлого цвета на ножах, они пачкаются. Также на резьбу несу фиксатор резьбы, тредлокер. И отмечу, что самый крайний здесь винтик, который ближе вот сюда закручивается, он длиннее остальных. Ну, и результат для тех, кто будет делать. Вот, отогнуто чуть-чуть вверх. Чуть-чуть совсем вот это место. И отогнуто чуть-чуть здесь, чтобы был здесь. Маленький-маленький зазорчик в долю миллиметра. О, видите, его не было из коробки. Ну, угол заточки из коробки где-то, наверное, 38 градусов, 39. Не совсем. До 40 чуть-чуть не дотягивает. Ну, сталь правится легко. Сталька простенькая. Мы посмотрим сейчас приложение ножевые стали. Что там по составу. Сталь 4034SS. И если посмотреть приложение SS, видимо, значит, стейнлес стил. Вот мы выбираем сталь 4034. Видим, что это немецкая сталь. И это из того же класса, что и 420. Давайте возьмем график. Ну, если сравниваем с 420 сталью, то видим, что вот в этой нашей больше хрома, значит, меньше ржавеет. В нашей больше марганца. Но наша тут без легирования всякими там ванадием, кремнием и так далее. Ну, вот углерода, конечно, не очень много. Значит, супер он стойко не будет как-то держать РК. Углерода меньше, чем, допустим, ВАУС-8, той же от КОЛСТИЛОВ. 0,7-0,75. А тут у нас до 0,5. Так, жаркие летние дни. И вот от пота на клинке пошли вот такие вот пятнышки точечной коррозии вот здесь. Ну, и вот с этой стороны, вот в этой области там просто грязь. Во. Это все точечная коррозия. Такие дела. Идеально нож с покрытием. Большое сравнение. Если мы возьмем в руки Broken Skull и вот этот вот нож, что бросается в глаза? Первое, как легко вот это вот играет. Я не очень сильно жму. Я жму, ну, как бы, умеренно. Вот здесь вот из G10 G10 вообще никак. Вот. Тоже усилия прилагаю. вообще никак. Здесь рукоять, соответственно, играет. Но, конечно, при нажатиях, при каких-то ничего в руке не хлябает. Если мы вот так вот делаем, вот я даю усилие, изгибаю, так ничего особо не хлябает. Это не ощущается. второе, смотрите, что я сразу заметил. Вот тут замок встает ниже рукояти. Вот здесь, видите, кромысло замка. Оно чуть выше получается. Допустим, вот на этом поросячьем в закрытом виде так, в открытом тоже, чуть ниже. Следующее, что бросилось в глаза, это, например, вот эта линия. Она здесь завалена. Здесь четкая, ровная. Дальше в глаза бросилась ломовитость. Небольшая клинка. Например, здесь более деликатное острие. И вот если смотреть на подвод, угол примерно одинаковый, ну, под 40 градусов. Здесь подвод шире. Это сразу говорит о том, что сведение, наверное, толстое. По финишу клинка мне, конечно, вот такое вот меньше нравится, чем вот такое вот покрытие. В плане защиты от коррозии. Здесь спейсер у нас пластик. Здесь спейсер алюминий. И жесткость конструкции выше, чем на этом ноже. Конечно, вот этот нож еще чуть-чуть легче. И, в общем, он лучше. Но их уже есть только искать БУ. Надо было брать, когда я говорил там в 2017 году, что это прекрасный нож. В 2020 был видос про него, что это прекрасный нож. Сейчас уже Broken Skoll снят с производства. Если мы сравним цеплючь накладок, вот эти накладки, они, конечно, цеплючие. И рука по ним, ну, так, с трудом скользит. Но вот эти накладки просто мега уверенные. Если рассматривать как нож для какого-то ножевого боя, вот это будет более интересным. вот эти цеплючьи накладки, чем вот эти вот накладки. Но если для повседневного использования нету таких нагрузок на ноже и нету таких задач, с которыми бы не справилась текстурированный вот этот вот стеклотекстолит G10. Поэтому вот это, да, вот в руке намертво сидит. Гораздо лучше, чем вот это. Ну и, конечно, здесь винты у нас черненые. Даже вот на поросящей версии. Здесь у нас без чернения все. Я за чернение полностью. Если мы сравним со спайдерками или как с эталонным ножом, клипсы на этом ноже переставляются. Это плюс. На миле с одной стороны, ну и нафиг это надо. Здесь есть отверстие на клинке, которое в теории может ослаблять конструкцию при изломах. Здесь ничего такого нет. Меньше по толщине, практичнее в ношении. Это плюс. Острие у этого ножа чуть более прочное. Не так, как на миле. Это тоже плюс. Триадлок. Вообще никаких люфтов. Держит намертво. Плюс он позволяет создавать очень тонкие ножи. Так что кому-то будет триадлок как плюс. Мне больше нравится лайнер лок. В плане закрытия и открытия одной рукой. Раз. Раз. Здесь как бы тоже одной рукой закрывать можно. Если вот этим пальцем указательное прожимаем. Вот здесь это у нас палец для страховки. и дозакрываем. Но это не так удобно. У миле толще рукоять. И в каких-то работах силовых она будет удобнее. У миле вот такой вот хват отличный. Здесь в данном плане не так. Финиш клинка мне нравится больше здесь, чем вот здесь. Меньше ржаветь должен, чем вот это. Ответствие для темляка есть на миле, здесь нет. Но можно самому просверлить. Вот я просверлил вот в этой точке. Кто будет сверлить, внимание, на экран. Вот здесь я просверлил. Все отлично. Сверлом вроде бы 4 миллиметра. Может 3,5. И, конечно, я засверлился сначала маленьким сверлом, потом увеличил, засверлился с двух сторон, чтобы ничего не сколоть. И фаску еще снимал на G10. Так, это если смотреть сверху, так, по обуху и длине клинка, вот так. По рукояти здесь подпиленная рукоять. И если мы вот так вот возьмем это в кадре, вот так, вот так. По выбору цветов рукояти на Брокене был просто невероятный выбор. Там и оранжевый, и ярко-синий, и все остальное. Здесь вот мне понравился болотный цвет. Вот такой. Есть еще и черный. Но черный как-то уныло, слишком стандартно выглядит. Коробочка от ножа выглядит вот так. Cold Steel Range Boss. С этой стороны номер модели O.D. Green. Хотя на картинке здесь черный. Ну и тут стандартная информация. Такая вот коробочка. Ага. Не выезжает какая-то внутренняя вторая коробка. И вот так вот выглядит нож. И сейчас давайте смотрим из коробки. Клин по центру, да, клин по центру. Обработка рукояти из коробки. Вот там вот я отсюда уже вижу вот на этой фигне есть жирная смазка. Что это дает? То, что ничего не болтается, когда нож открыт. Так, ну и заточка из коробки. Ну, бумажку. Еще, что мне не очень понравилось, то, что накладки без щеточки от грязи не идеально очищаются. Вот здесь, видите, грязюшка. На днях случилась ситуация, что я достаю нож из кармана, у меня вот сюда кусок салфетки размягшей какой-то попал. Я открываю нож и он вот здесь вот не допирается до этой штуки и, соответственно, не закрывается. Первый раз такое было с триадлоком, что он как бы при доставании из кармана меня подвел. Я им пользуюсь где-то месяца три. Это у меня основной нож для всего. Идут вам порезать и всякие дела. Точится в целом легко. Заточку держат вполне адекватно. И на практике то, что там сведение толстоватое и не суперсталь какая-то, это никак не сказывается. В целом, благодаря тому, что Broken Skull модель была удачная, это как бы ее чуть более упрощенная версия, эта модель тоже ее могу признать удачной, можно брать. Сегодня с другом обсуждали, я говорю, типа, забираю у меня вот этот нож, потому что у меня есть Broken Skull, мне такой, в принципе, без надобности. Я уже натестировался, мне три месяца хватило, чтобы понять, что это за нож. Он мне говорит, нет, я хочу Cold Steel T-Lite. Ну, понятно, что вот этот нож гораздо более практичный в обиходе, во всяких задачах строительных, по продуктам и так далее. Помилочи резать, чем, допустим, какой-то T-Lite или какие-то такие более боевые ножи Cold Steel. Это нож тонкий, компактный, необременительное ношение и со спусками от обуха. Да, но тут я поправлюсь, действует еще то правило, что чем дольше пользуешься одним и тем же ножом, более-менее удачным, тем больше он нравится, больше к нему привыкаешь, поэтому здесь, может быть, со мной тоже вот это сыграло, что я сейчас говорю, что нож не так уж и плох, потому что я им пользуюсь уже достаточно долгий промежуток времени. Вот так. И переходим к выводам, наверное, которые я снимал еще месяц назад. Ну и выводы по ножу. Вообще, у компании Cold Steel есть целая линейка продукции с приставкой BOSS. Например, Cold Steel Ranch BOSS ножичек, типа для ранчо, тоже с подобной геометрией клинка, небольшой нож. Есть, по-моему, еще в серии топоров, тоже с приставкой BOSS какие-то изделия. Хорош ли вот этот нож? В целом, если не учитывая то, что сталь мягкая, и как бы нужно понять, что если вы будете приобретать, то вы поработали, и потом нужно править на какой-нибудь керамической точилке мусате. Тогда нормально. Если бы этот нож был дешевле, то да, вообще, все шикарно. Я рассматриваю складной нож как какой-то инструмент, который очень хорошо держит заточку, которым ты не фигачишь слишком грубо, и который надо точить весьма редко. Вот это не тот случай, потому что здесь у нас заточку он держит относительно хреново, и выходит то, что как бы править его нужно часто. Но тем, кто фигачит ножом, не жалеет, как бы делает такие всякие ковыряльные работы, там, строительные работы, где ты не работаешь чисто там с деревом, с продуктами, но подрезаешь там пластик, что-то можно и по металлу что-то пошкрябать, отшкрябать, тогда это как раз хорошо, что сталь мягкая и легко возвращается острота. Не так жалко пользоваться, потому что ножи с твердыми сталями, их, если после серьезных каких-то заминов, сколов, их перетачивать, это за пара. Здесь такого не будет, здесь острота вернется легко, если какой-то там даже будет замин, он выправится. Все, наверное, чем хотел поделиться, если у вас есть ниша под вот такой нож, то, в принципе, модель интересная, все, почти все, что, можно сказать, у нас же Broken Skoll сюда тоже относится, ну, упрощенная версия, так сказать. Все, ссылочки, дополнительные информации в описании видоса, всем пока, увидимся на канале. Субтитры сделал DimaTorzok